Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам про выставку современного искусства, которая обычно проходит в 20-х числах января в бизнес-центре Ислингтона. London Art Fair. Ржавые гвозди, сгнившие консервные банки, какие-то расплавленные пластинки и обугленные доски. Все это можно было недавно найти на просторах наших российских дач. Однако теперь это красуется на выставке London Art Fair в качестве шедевров мирового современного искусства. Я была на этой выставке всего несколько раз. Впервые я посетила ее в 2012 году, потом в 2013, 2014 и 2015. Кажется, все. Тысячи экспонатов привозятся туда со всего мира. И что-то можно увидеть, об этом сегодня я расскажу. К слову сказать, я не разбираюсь в современном искусстве. Я изучала мировую художественную культуру, когда училась в музыкальном училище. То есть по культуре, по искусству я примерно ориентируюсь. Но я абсолютно не могу понять и принять современное искусство таким, какое оно есть. Что я выяснила среди людей, с которыми я общалась о современном искусстве и как все это понимать? Самое главное — это имя художника и его выставочной галереи. Если он раскрученный персонаж, образно говоря, то есть если его имя на устах, то его картины, скульптуры, в общем шедевры стоят баснословные деньги. И вот, допустим, за то пепелище, про которое я говорила в начале ролика, можно было отдать несколько тысяч фунтов. От чего зависит экспертная оценка, я вам сказала, это от имени и от названия галереи, которая представляет этого художника, а также от того, сколько раз и где выставлялся этот художник. Опять же-таки, помятуя опыт выставок, на которых я была в современного искусства, это вот London Art Fair, про который сегодня рассказываю. И самое скандальное мировое шоу в Лондоне, на котором я тоже часто бывала, оно проходит в октябре, наверное, в октябре я о нем расскажу. Это Frees Art Fair, это более значимая выставка, и туда попадают только самые-самые маститые художники. И что там вот на этих выставках происходит? Там проходит некая экспертная оценка жюри, и на каждый экспонат, на вывеску того или иного экспоната, где написано его название автора и из чего это все произведено, наклеиваются такие незаметные кружочки красного-желтого цвета. И как бы для человека, который в этом не разбирается, который не знает, что такое выставка современного искусства, это ничего не значит. Они даже не замечают этих кружочков. Тем не менее, так жюри помечает экспонаты, которые им понравились, которые они оценивают высоко. И чем больше навешано таких вот кружочков на ту или иную вывеску, тем больше стоит уделить внимание тому или иному экспонату. Потому что раз члены жюри практически единогласно проголосовали вот за этот экспонат, там где много-много-много этих кружочков, значит оно того стоит. Ну, потому что это эксперты голосовали. Мы-то простые люди не очень-то разбираемся в современном искусстве, поэтому я вот так ходила, узнавала что-то новенькое и старалась понять, почему тот или иной экспонат был высоко оценен жюри. Это означает, это вот самая-самая такая интересная скульптура или картина, на которую стоит обратить внимание и подольше просматривать. Ну, это те знания, которые я почерпнула из своего опыта посещения таких вот выставок. А сейчас немножечко коснусь некоторых экспонатов, которые меня впечатлили в свое время, о которых я бы хотела рассказать и кое-что вам показать. И вот один из таких экспонатов, это серия фотографий пигментной живописи братьев Картер, каждый из которых стоит 830 фунтов. Можете себе представить, вот такая небольшая фотография, 830 фунтов, что там изображено, синее или белое небо, и на его фоне брызги разноцветного песка, что ли, ну, в общем, какой-то пыли. И если присмотреться, там среди этой россыпи проступает человеческое лицо. Тут надо очень долго думать, что же авторы имели в виду. Помимо этого, меня всегда впечатляют такие экспонаты, в которых набросано много-много-много разного всего-всего. Или кубики-рубики, из которых потом, немножко отойдя, так видишь, что это, оказывается, портрет Мерлин Монро. Или там какие-то аудиокассеты, которые уже давно не существуют в нашем мире, и из них создается чей-то портрет. Или какие-то игрушки, собранные, образно говоря, на свалках, и из них налеплены какие-то там лошадки или еще что-то. В общем, когда ты смотришь на экспонат вблизи, ты видишь, из чего он сделан. Но когда ты отойдешь, ты видишь абсолютно другую картину. Наверное, именно в этом заключается современное искусство. Очень много различных экспонатов, которые играют со светом. Там, допустим, какие-то перламутровые стекляшки, которые тоже вырисовывают там картину бабочки или какого-нибудь лабиринта. Когда немножко отойдешь в сторону, они уже становятся розовыми, в другую сторону желтыми. Немножко сверху посмотришь зеленые. В общем, тоже достаточно интересно. Очень много картин создается из кусков различных фактур, например, из каких-то вырезок газет, или из каких-то досочек, или из каких-то тряпочек, перчаточек. Когда ты видишь картину издалека, ты к ней подходишь, и у тебя просто сносит крышу из-за того, что ты видишь, из чего она сделана. Из кусочков каких-то других материалов, о которых ты даже и думать не думал. Иногда просто какой-то, знаете, такой мазок сделает автор, типа «Чёрный квадрат» Малевича. И вот думай, что хочешь. А там заложен некий смысл. Там надо понимать, что автор имел в виду. Но чаще всего то, что автор имел в виду, читается в названии картины. И когда ты прочитал там этот «Чёрный квадрат», в котором там что-то происходит, ты уже начинаешь всматриваться в этот «Чёрный квадрат» и видеть, что это действительно там происходит. Так, наверное, художники играют с нашим подсознанием. Тут, наверное, больше такой философский смысл. Ладно, проехали с Малевичем про современное искусство, что я ещё хочу сказать. Очень интересные и различные бывают картины, скульптуры и, ну, наверное, это можно назвать «piece of art». Это называется по-английски, то есть кусочек искусства. В общем, всё, что автор имел в виду, можно прочитать или в названии, или рядом идёт информация, что же это такое и как это должны понимать и расшифровывать обычные, неразбирающиеся в искусстве люди. Я же ходила туда фотографировать, конечно, как всегда, для репортажей. Мало что покупалось у меня с этих выставок, но, тем не менее, это заряжает такой энергией, это даёт такой импульс, толчок тебе развивать своё креативное мышление. То есть ты видишь что-то, и это даёт тебе мысль, как можно это привнести в свой бизнес, в свою какую-то сферу студенческую или просто организовать свой домашний уют или комфорт. Ну, в общем, как-то это всё равно впечатляло. И даже несмотря на то, что я с этой выставки практически не имела никаких денег, очень редко продавались какие-то фотографии, я всё равно ходила на эту выставку, чтобы впитать что-то новенькое. И вот в конце я узнала, что, оказывается, продаётся дорого, потому что у человека уже есть имя, и за ним стоит большая работа в плане продвижения продюсерства. Ну, это как и с нашими, наверное, российскими звёздами. Если за тобой стоит маститый продюсер, продюсерская компания, как за художником какая-то арт-галерея, то есть галерея искусства, тогда перед тобой все дороги открыты, и ваяй, что хочешь, всё равно всё продастся. Ну, а если ты начинающий автор, придётся потрудиться и попыхтеть. Так вот, допустим, очень часто люди, которые пытаются выбиться на тот уровень художников, делают такие различные интерактивные перформансы, чуть ли не голышом. Вот я слышала в Сайдж-галере, кто-то из украинских художников выступал. Чуть ли не сжигают себя, не режут там, что-то не в крови обливаются. В общем, такие какие-то экстраординарные поступки делают, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы потом их имя было на слуху, и чтобы их современное искусство выставляли в другие галереи. Естественно, за большие деньги. Кстати, да, Сайдж-галери в районе Челси тоже одна из моих любимых галерей. Туда я часто ходила тоже на различные выставки. И, наверное, тоже буду рассказывать, что там происходило. Там как раз выставляются тоже художники современного искусства. И очень много проходит таких вот интерактивных выставок. Даже была какая-то советская выставка на моем веку. Но об этом я чуть-чуть попозже расскажу. Чаще всего, конечно же, я пыталась сфотографировать экспонаты, которые были связаны с британским флагом, с лондонским метро, с королевой. Допустим, если была представлена такая картина, на которой была изображена королева с закрытым пластырем ртом, и я делала этот снимок и думала, вдруг будет какая-то такая новость, где газетам или журналам понадобится такая фотография. Но очень сложно продавать такие фотографии, потому что под ними стоит реальный автор, кто написал эту картину. И если ты сфотографировал этот экспонат, это не значит, что права принадлежат тебе, и что тебе выплатят гонорар. В общем, в пресс-агентствах есть тоже свои заморочки с авторскими правами. И именно поэтому фотографии вот с таких вот выставок современного искусства очень сложно продать. Пару раз у меня продавалось, но обязательно надо там указывать, кто именно автор, из чего сделана там эта скульптура или картина, какого года производство, какой галереи это принадлежит. В каждую фотографию надо было подписывать. И обязательно предоставлять то, что у меня была аккредитация на эту выставку в качестве прессы. И только тогда могли продать мою фотографию, и я получала какую-то там денюжку. Вот такие вот реалии лондонского фоторепортера. Всё я это постепенно, конечно, узнавала из своего собственного опыта. Надеюсь, хоть немножечко вам стало понятно, что такое выставка современного искусства. Опять же таки напоминаю, что обычно она проходит в 20-х числах января. Попасть на неё, по-моему, может каждый, но там вход платный. Естественно, в этом году в январе все мероприятия отменены, так как Лондон сидит на третьем локдауне до пока что февраля. Как будут складываться события в феврале, позже мы посмотрим. Пока не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok